Приветствую вас, и давайте мы начнем с того, что, я полагаю, вы достаточно требовый мыслящий человек, чтобы понимать, что ваша проблема за один ответ, ну, скорее всего, не решится. То есть, образ жизни вам вот так вот быстро не поменять. Это невозможно. Команды образ жизни это и определенные привычки, это и определенные паттерны поведения, вот. Это очень много всего. И вот так, сразу, сходу, вы свою позицию не измените. Не нужно чешить себя иллюзиями. Для того, чтобы поменять образ жизни, нужна мотивация. Причем, мотивация нужна хорошая. То есть, нужно, чтобы вы прям, прям, хотели этого, чтобы вы хотели что-то поменять в себе, в своей жизни. Но, на мой взгляд, запрос на, запрос на переменные образы жизни не является адекватным. То есть, это, это не запрос. А, запрос может быть, немножечко другим. Да, то есть, может быть, например, такая история, что, как мне, а, начать радоваться жизни. Или, там, получать удовольствие, допустим, от того, что я делаю. Вот, это больше похоже на запрос. Но, впрочем, любой, любой запрос в данном случае не плох. Давайте предположим, предположим, что вы хотите поменять образ жизни. То есть, автоматом, получается, что вы свой предыдущий образ жизни считаете, ну, видимо, неправильным. Потому что у вас нет, а, запроса, допустим, как мне избавиться от апатии. Вот. Такого запроса нет. От апатии избавляться вы, ну, либо не хотите, либо воспринимаете ее как некий сигнал. Вот. Что, в принципе, правильно. Что, в принципе, правильно. Правильно воспринимать апатию как некий сигнал. Это действительно сигнал. Вот. То есть, здесь, конечно, давайте предположим, что вы действительно хотите поменять свое образ жизни. Тогда нужно проанализировать, что из того, что вы делали, вот, из того, что вы делали, да, раньше. А, что вам не нравилось. И не нравится, скорее всего, до сих пор. Вот. Конкретно. То есть, вам же, вам же, сейчас, на данный момент, не нравится вообще все. У вас опять это, а, вообще ко всему. То есть, тут вот, нужно разбираться. Более, тонко, на мой взгляд, смотреть. Дальше. А, что такое апатия вообще? Что, что она такое? Что из себя представляет, да, апатия? А, апатия, вот, по одной из точек зрения, это защита. То есть, а, через апатию человек защищает, вот, какого-то негатива, который есть в его жизни. Вот. Который, а, человека, скажем так, напрягает. Вот. И из-за, которого человек чувствует себя, ну, крайне-крайне негативно. Вот. Значит, здесь, соответственно, нужно искать причину возникновения. Такого, такого, чувства. Да? Вот. Потому что оно, ваше, возникло, ну, понятно, не само по себе, а, в результате, каких-то обстоятельств, и скорее всего, в результате тех обстоятельств, которые произошли с вами три года назад. А, вот. Ну, это нужно анализировать, конечно же. Это одна из, эм, точек, точек зрения на апатию. Но, существует и ещё одна, одна точка зрения, которая, которая лично мне ближе. Ага. В которой рассматривает апатию как некое состояние, в котором человек, эм, тоже защищается, но защищается от внутренних факторов. То есть, внутри у человека назревает конфликт. Внутри у человека назревает конфликт. И проблема. Вот. Ну, например. Например. Например, противоречие какое-нибудь, да? Вот. И, в результате этого противоречия, эм, человек, эм, принимает решение, эм, ну, грубо говоря, да? Принимает решение, эм, уйти, вот, в это состояние апатии, где ему, эм, значит, хорошо, где ему комфортно. Вот. И, таким образом, эм, противоречие снимает. Вот. И, таким образом, эм, противоречие снимает. Вот. И здесь нужно только лишь, эм, найти. Это самое противоречие. То есть, апатия – это результат, эм, конфликта. А, эм, конфликт, по сути своей, это противодействие двух или более, или более, эм, сил человека. Вот. Вот поэтому и нужно выяснить, что за силы конфликтуют у вас сознанием. Вот. Вот. Какие это силы? Какие силы конфликтуют, конфликтуют у вас сознание, вот, что они из себя представляют, эти силы. Вполне возможно, что эм, до двадцати двух лет вы жили, в общем-то, по определенным, ну, как каким-то, эм, наработкам, заранее известным, ну, наработкам, эм, вам. Вот. И какое-то время вас это, в принципе, вполне устраивало, вот, ну, устраивало это всё вас до поры до времени, вот. А, в какой-то момент просто-напросто перестало, и вы начали чувствовать это вам опять. Но, поскольку, а, уже очень много сил и энергии было потрачено на то, чтобы достичь того, что вы достигли, вот, то вы продолжаете двигаться вперёд. Хотя, на самом деле, уже не хотите делать ничего из того, что, собственно, делаете. Ну, опять же, это, знаете, как это, в данном случае, это, просто предположение, потому что, а, для каких-то конкретных позиций вы предоставили слишком мало информации о себе. Вот, это, только то, что можно сказать, вот, именно, касаемо, эм, состояния апатии. Вот. Дальше, эм, значит, ну, тут вы перечисляете, эм, что вам ничего не интересно, успеху против противоположного пола. Такое ощущение, что ранее вы какие-то свои желания подавляли. Вопрос в том, насколько это всё глобально. Вот. То есть, ну, насколько вы, эм, были с тобой, например, в эм, в своей жизни повседневной. Вот. Такое ощущение, что вы себя подавляли, эм, подавляли свои желания, подавляли то, чего вы хотите. Вот. Действовали не по своим желаниям, а по, эм, каким-то другим критериям. По каким, по каким критериям именно, эм, я не знаю. Вот. Вот. И вот, эм, сейчас, эм, вам очень, эм, хорошо это отзывается. То есть, сейчас, эм, вам это, прям, вас это прямо бьёт. Бьёт по вашему состоянию, бьёт по вашим желаниям, бьёт по всему, по всему образу жизни. Ну, фактически. Ну, вот. Что, конечно же, эм, безусловно, неприятно и требует несчастности. Вот. Вот это, если говорить, если говорить о, прям вот, э, ну, о настоящих, реальных, э, причинах того, что, вот, с вами происходит. И я полагаю, что, вот, э, произошли какие-то события, как вот, э, правильно, правильно сказал мой коллега, да, э, Кудрячёв Игорь Леонидович. А, произошли какие-то события, э, э, у вас в жизни, вот. Которые всклыхнули имеющийся конфликт, а конфликт, скорее всего, был всегда. У вас. То есть он не прекращался. Вот. Это то, что, вот, э, можно сказать, сейчас. Сейчас. Так, значит, по своему желанию, так, э, точно так же прекратил, как поменять область жизни. Ну, смотрите. Я прекратил. М-м-м-м, на жопу. Давайте начнём, э, мы, пожалуй, с самого простого, да, э, вообще с самого простого начнём. А, э, то есть, вот, у вас есть, э, возможность, допустим, сейчас, скажем, есть возможность, ну, пусть, пусть, э, это будет возможность, например, не работать. Да? Или работать, но, там, м-м-м, не в полную силу, например, работать, да? Вот. Пусть это будет так. Вот, значит, пусть работаете вы сейчас только ради денег, да, то есть потом, чтобы быть, э, какая, какая работа, э, соответствует больше именно, вот, вот, э, позиция о том, что, э, самые главные деньги, вот, подумайте об этом обязательно, это важно, очень важно, вот, и, собственно, на этой работе зафиксируйтесь пока что, чтобы вы просто получали деньги за, то, что делаете, делаете. Вот. И дальше, дальше, э, просто, э, прислушивайтесь к себе. То есть, э, ну, без, э, ну, без консультации с вами, без работы, э, дополнительной с вами, да? Вот. Прислушивайтесь к себе. То есть, э, что произойдет, э, что вы будете чувствовать, какие у вас, э, появятся мысли, желания, вот. Э, э, захочется ли вам, например, сидеть, вообще без дела, да, то есть, или все-таки будут, э, появляться какие-то мысли, какие-то желания, может быть, э, будет, там, я не знаю, агрессия на, кого-то. Такой, кстати, тоже, может быть, может быть, э, вот. Ага. Обида, может быть, на кого-то будет, какие-то еще мысли появятся, вот. Все это вот нужно нам почувствовать. Я думаю, что, э, это даже хорошо, э, в, некоторой степени, что вы вот, ну, что вы испытываете сейчас, сейчас то, что испытываете, это означает, что нужно взять определенную паузу, нужно... пересмотреть, эм, то, что вы делаете, и как-то вот, э, над собой поработать. Тут, 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 тут мне кажется, что, э, есть сигналы, которые вам нужно, нужно просто, ну, может быть, услышать. То есть, я так полагаю, что вы, вот, не, просто не считываете информацию, которую вам посылает ваше, ваше подсознание. Вот. Значит, поприслушивайтесь к, э, своим, э, мыслям, поприслушивайтесь к своим, э, э, желаниям, э, поанализируйте это, вот, ну, а дальше, а дальше будет видно. Может, какое-то время вы будете работать просто, э, э, для того, чтобы получать деньги, и в этом, э, нет ничего плохого, э, вот, я надеюсь, вы, э, понимаете, что в этом нет ничего плохого. Вот. Или вы можете, э, э, начать испытывать какие-то страхи, какую-то болезненность, вот, может быть. Понимаете? Ну, то есть, какой-то негатив пойдёт. И это нужно будет исследовать тоже. Вот. Потому что это будет означать, что вы, в принципе, ну, вы, в принципе, на верном пути, вот, вот, значит, означает, что вы движетесь в правильном направлении, вот, и это будет означать, что, вот, те желания, которые у вас будут, да, э, э, если, если они будут, вот, мне кажется, что это будет всё-таки свидетельствовать о том, что вы двигаетесь туда, куда надо. Ну, а там уже, э, либо, либо, э, вам понадобится, э, психолог, вот, чтобы всё это разобрать, либо, вы можете захотеть разобрать всё сами, вот, ну, это займёт больше времени, и вы можете себе навредить. Ну, в любом случае, это зависит, это уже от вас. Вот. То есть, я понимаю, что три года уже вы испытываете, э, депрессия, да, я понимаю, ну, это не депрессия, а апатию, я понимаю, вот, что они похожи как-то на паузу какую-то или что-то типа того, вот, но дело не в этом. Дело в том, что такое ощущение, да, э, что вы себя как будто подгоняете постоянно, постоянно куда-то, вот, не даёте себе отдохнуть, вот, постоянно себя заставляете, э, что-то делать, вот, и, в общем, да, если это действительно так, то это может длиться гораздо больше. То есть, совершенно, совершенно необязательно, вот, просто ждать, да, когда это закончится, и всё. То есть, что-то может длиться и дольше, если с этим ничего не делать. Вот. Поэтому подумайте над тем, что я сказал, да, подумайте по, э, как следует преследовать это, вот, быть может быть, быть можно быть, быть может быть может быть может быть может Вы увидите для себя что-то island. Быть может вы увидите для себя какие-то вещи, вот, которые, ну, могут вам помочь. На мой взгляд, совершенно однозначно, что то, что вы делали до сих пор, это было абсолютно неэффективно. Не давало никакого результата, и значит, ну это нельзя воспринимать как, собственно, результат. Нужно что-то менять, и я бы на вашем месте не ставил бы таких глобальных целей, да, как, например, поменять образ жизни. Это слишком, это слишком глобальная цель, мне кажется. Цель, да, цель всё-таки лучше сделать такой более, ну, более выполнимый, более, ну, приспособленный к реальности. Вот. Тогда, может быть, и вам будет самому легче. То есть, если вы будете знать, что вам не образ жизни менять нужно, да, и не решать все проблемы сразу, махом. А что-то одно. Это называется когнитивная терапия. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...